Указываю. Сегодня Мидер Базарбаев подал заявление на замену старого паспорта в связи с истечением его срока действия. Молодой человек узнал, что теперь по желанию в документы можно добавить графу об этнической принадлежности. Я слышал, что в новых образцах можно будет указать свою этническую принадлежность. Ну, это, наверное, важно для каждого гражданина Кыргызстана, особенно для тех, кто этнически является кыргызами. Потому что это гордость в первую очередь, а помнить свою историю и указывать это, и показывать это всему, я думаю, это превыше всего. До 2017 года этническая принадлежность указывалась в паспорте каждого кыргызстанца. Но с появлением биометрического паспорта эту графу убрали. Все данные хранились на чипе. 15 декабря ее премьер-министр Артем Новиков подписал постановление, по которому национальность в документе вернули. Согласно данному решению, теперь граждане по желанию могут указать свои этнические принадлежности в самом паспорте. Ранее в данном документе персональные данные граждан, такие как этническая принадлежность, адрес регистрации, семейное положение, были записаны в чипе. Так почему национальность решили вернуть в паспорт обратно? Как заявила Конституционная палата, неуказание данной графы идентификационной карте противоречит 38-й статье Конституции. Принятие решения по ее возврату позволит способствовать сохранению самобытности каждой национальной общности. Я, конечно же, поддерживаю это решение, так как каждый человек вправе определять и указывать свою национальность. Также никто не может быть и принужден к этому. Указывая свою национальность в официальных документах, гражданин как бы сообщает о своей этнической принадлежности. И в этом нет ничего страшного. Кыргызстанцы, которые пожелают вписать свою национальность в паспорт, могут подать заявление в любой центр обслуживания населения. По словам специалистов ГРС, вся техническая база для этой работы готова.